Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И в этом выпуске я буду рассказывать вам о том, как у нас проходит здесь карантин. Мы уже здесь в хорошем настроении, на позитивчике. И данный выпуск будет... Меня раньше спрашивали, почему я не показываю рутину. Наверное, потому что я хотел, чтобы наши выпуски, которые были в прошлом, они были более тематические. Я не знаю, снимаем мачту, или мы зашли на Ямайку. А вот такого именно о самой жизни непосредственно на лодке, более рутинной информации мы давали крайне редко. Но мы думали о том, как бы перевести формат на такой больший лайфстайл, о том, как мы живем. И вот, наверное, сейчас прекрасная возможность, чтобы немного сменить формат и сделать больше такой лайфстайл. Я не знаю, как зайдет. То есть мы экспериментируем. Ну, давайте попробуем. Может, будет интересно. Может, получится. Первая часть о карантине. Погнали! Друзья, здесь на Ямайке живет Ира. И вот мы договорились, что Ира съездит в супермаркет и купит нам кучу-кучу продуктов на длительное время. Ира приехала из Монтега Бэй, который находится фиг знает где. Четыре часа. И вот сейчас я еду на пирс, на который она должна будет подвезти все продукты. Я их сейчас загружу в тузик, и Косгард дал согласие приехать на берег. А вот, собственно, этот пирс, куда мне сейчас нужно подъехать. Вот идут наши покупочки и наши друзья. Заставили вас потаскать это все? Физическая зарядка. Наши работы нет. Ну, сейчас здесь, я так понимаю, с работой вообще? Да, поэтому я положу сюда. Это все сюда кидаю? Да, это надо забирать. Да, мы уже давно знакомы. Да, 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 да. Так, ну смотри, сейчас я свою камеру, я не знаю, я поставлю пока сюда. Мы только по одному можем ходить. Это яйца. Ага, аккуратно. Хватит, Сэн. Держи. О, класс. Так, аккуратненько. Ты прорвался, тебя пустили. Так, это чеки и там всякие, да, инфа. Телефон тебе мы даем прямо с зарядкой, уже пополненный. И уже, короче, 6 гигабайт с половиной интернета. А, класс, класс. Это, короче. О, вам. Аба, у нас это, дуэль блогерская. Дуэль блогерская, да, кто это? Да, 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 да. Там супер, нормально. Снимаем. Спасибо тебе большое. Рады, что приехали. Вам спасибо, слушай, посмотрите, сколько у нас тут ребята нам еды принесли. Нормально, нормально, довезли. Да, мы только рады. Ну что? Время ехать, возвращаться на лодку. У-фу. Ну что, вы не ожидали? А я вам жрачки привез. У-ху. Нам не нужно будет никого сегодня есть. А где Дима? Дима? Какой Дима? Кто переживал о туалетной бумаге, может больше не переживать. Да, магия есть, можно не переживать. Тут яйца кока-кола, ништячки, мясо, ого, там стейки. Дима, сбросьте ему. Стейки, куча алкоголя, зелени. Маме, чувак, я сечу, но у нас это все в порядке. Экстаз. Посмотри на эту зелень, там все есть. Ну и тут сигареты, причем наш самый старший сигаретами отчалил. А у нас их теперь много. Курица, сосиски, пиво скромных. Три ящичка. Спарклин ватер, молоко, водичка. Я думаю, не пропадем. Как понять, почему-то пришел Володя, но нас ругается. А как можно? Как можно. Пиво не добивает, кашу не едят. Одна бутылка, одна банка пива в левой руке, одна банка пива в правой руке. Малти-таскинг. По-македонски. Пойду выйти на залами. Если нет, то кто? Очень тяжело в карантине, очень тяжело. Голодно, страшно. Ты видел, как он на него пиво... Он себя облил? Нет, я не увидел этого. Ты видел? Он сдавливал банку, оно на него брызгало, он продолжал на нее давить. Ты видел на себя вообще? Ужас! Мы выживали, как могли. У нас сегодня Володя готовил плов. Сейчас мы его будем есть. Володя, почему ты открываешь ром? Мы говорили о еде, о плове. Я так понимаю, что ром – это еда сегодня на вечер. Соль кушайте и... Авокадо. Аблокадо. Короче, я так понимаю, что есть, мы сегодня не будем ничего. Опять бухать. Не смотри в телефон, не съезжай. Выглядит как будто Аня готовила. Не готовил плов. Ну, Аня не готовила. Сковородку бери или будешь опять бухать, как обычно, вместо того, чтобы готовить. Лучше, как обычно. А вдруг невкусно? Он стесняется, а вдруг невкусно. Как может быть в карантине плов невкусно? Ну, по-разному бывает, на самом деле. Может, вы избалованы в плове. Ну, как я могу знать? Ну, плов – это, в принципе, достаточно регулярная еда у нас здесь на лодке. Через день едим. Очень привычно. Пловочка. Свет подсветить. Пловник. 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 Плов, а включи там верхний свет. Это выглядит вкусно. И пахнет вкусно. Ну, что ж. Предлагаю отведать. Давай уже отведать. Ты смотри, ты, я надеюсь, сделал хорошо? Я очень надеюсь. А если нет? Накажете. Понятие простить. Пойдет. Очень нравится. Соль по вкусу. Соль по вкусу, ребята. Вкус как настоящего плова. Ты сделал настоящий плов? Пятый раз. Неужели? Да, я тебе тоже шоточку сделаю. Ну, пахнет реально офигенно. Да, очень хорошо. Запах. Я уже часа два хожу, как кот вокруг сала. Перевожу. Как Саша вокруг плова. Потому что есть шанс, что мы можем совершенно случайно быть out of fuel, то есть у нас очень большой расход топлива на лодке, поэтому нам нужно четко понимать, сколько у нас чего осталось. Это немножко переживательный момент, потому что действительно непонятно, и возможно, что мы не совсем в безопасности. Сесурити? Пьево, наверное, где-то с другой стороны, здесь должен быть рома. Да, с ромом все хорошо. Так, подожди, а сколько у нас рома? Рома у нас должно быть... Полная инвентаризация. Рома должно быть четыре бутылки, это мало, но какое-то время хватит. Три, мы же вчера открыли. Нет, не может быть. Нет, мне кажется, должно быть четыре. Мне кажется, мы заказывали же пять, и мне кажется, мы только одну выпили, и мы должны быть в безопасности. У меня есть подозрение, что мы выпили уже две. Ну, там одна открытая есть, я знаю где. Это страшные вещи, мы сейчас говорим. Так, это нам на сегодня. На обед. На обед. Это на ужин. Так, ну вот теперь на сегодня нам должно хватить. Ладно. Так. Месяц завтра на завтрак. Так, три. Да, это позавтракать. Если мы будем сегодня устраивать пати, то не хватит. То не хватит. И слушай, я боюсь это сказать, но у нас больше нет. А где открытая? Ну, открытая, я помню. Но есть еще открытая. Нет, мы вчера еще одну открывали. Есть одна открытая, я ее убрала в шкафу, Сережа. А, она практически полная. Она полная. Она практически полная. О, отлично. У нас осталось четыре снаряда. Четыре снаряда есть. Так, теперь надо посмотреть патроны. По снаряду на человека. Это немного, но какое-то время этого хватит. Так, давай переходим к патронам. К патронам, да. Пистонов не так много. А это выбросит. Это не то, это мусор. Да, не это самое. Это не нужно, а не инвентаризирует. Да, согласен. Окей, у нас есть один палет. Да, этот есть. Один палет пива у нас есть. Это 24 банки. Подожди, но... Подожди, а где второй? Так вот, я же тебе говорю, мне кажется, что мы уже выпили один палет полностью и осталось совсем немного. Факин шит. Очень быстро расходятся пистоны. Что, серьезно? Я думал, вы первую допиваете? Нет. Подожди, стой, не мешай нам. И это все? И это все. Знаешь, сколько? У нас, между прочим, серьезные риски. У нас проблема. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь всего шесть банок. Ну ладно, хотя бы три доставай. Шесть банок и... Не сдержались. Четыре. То есть у нас всего 30 банок. Это вообще ничего. Закрывай. 30 банок осталось. Уже 27. Эти полные уже не считаются. У нас же лодка автономная, поэтому мы стоим. У нас идет производство воды, которая у нас почему-то закончилась в самый неподходящий момент. Хотя мы вчера, в принципе, мы же вчера целый день стирали, да? Да. Короче, мы просто вчера много стирали. Мы стирок на разше сделали. Вот поэтому у нас вода и закончилась. Ну что, у нас тут обстановка без изменений. Лодка обрастает и становится палаткой такая, которая в перманентном состоянии. То есть на ней уже мы не ходим, а просто живем. У нас что здесь из соседей? В общем, ничего нового интересного не происходит. Соседи как были, так и остались. Вот эти ребята, которые вам лодку только что показал, предложили съездить в город и приволочь нам пиццу. Что, в принципе, неплохо. Но так как у нас еды полно, и мы ее закупили, вы видели сколько, ее надо есть, иначе она начнет пропадать. Как вот этот вот кокосовый напиток, который, если его сейчас неаккуратно взять, то все мы будем в нем. Потому что он уже такой надутый, как мяч для американского футбола. Сегодня начать пить все-таки чуть попозже. Но сорвались. Ну, мы действительно начали чуть попозже, минут на пять. Сколько время? 13.39. О, 13.39. Звучит круто. То есть мы можем быть под вечер все-таки немного трезвее, чем вчера. Потому что вчера мы на 40 минут раньше начали пить. А это очень большое время. Короче, вот так мы проводим карантин. Но не каждый день, хотя кому я вру. Видите, у нас здесь этот мобильный офис. А сейчас у нас вечер. Вот идет катер полиции. Катер Костгарда. И заходит Нил Тримаран. Сейчас он здесь появится. Обратите внимание на его мешок для паруса, для мейна. То есть лазебэк у него порван. Аварийная система. Сработала. Пан-пан, пан-пан. У нас порван мешок, мы не можем ехать. Да, да. Ну, реально ведь непростая шутка. Шубышева. Пачка, смотри, такая. Ну что, себе под руль? У него есть под буль. Видно, у него в центральном поплавке один мотор. Поэтому... Да, да, один мотор. Ну, туда под руль, понятно. Вот как я втуешь, вартует. Мне кажется, логично было бы два мотора в поплавках. Такие, знаешь, как бабки, такие снимки. А, да, зашел, вот такой. Нужно было два мотора, у него один. Семки, семки. Семки. Китайские гопники лужпают рис. Ничего не происходит, начинаешь обращать уже на какие-то мелочи. Вот лодка, например, к нам достаточно сзади близко расположена. Мы этого не замечали. Может, действительно, нас как-то там течением растянуло. К нам Костгард едет сейчас. Куда? Ну, куда-то вот он где-то. Да, 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 он проезжает. Там его видно. Выползает. Мне кажется, там еще чашечка. Завтрак, завтрак. Сосиски. В общем, у нас сегодня ничего не происходит, как обычно, как и вчера. Хотя, вчера мы что делали? Искали, например, делали инвентаризацию спиртных напитков. Что у нас получилось? Закончилось, как обычно, пьянкой. Не-не, мы есть некоторое новшество. Смотрите. Борщ. Во, приготовил борщ. Опять ты. Как ты это делаешь, человек? Сейчас я его буду есть. Смотрите, у нас тут есть сметана. Но с разных лодок. Вот у нас лодка тут почему-то она так близко к нам стоит. И вот, ребята, там дальний с катамарана, а ближний с этого монохола. И вот так посреди бухты стали и болтают. А как еще социализироваться? Действительно. Новости в нашем карантине. Короче, сегодня приехал карантинный офицер. Выдал нам вот такую форму. В ней говорится, что, ну, в Health Department, в случае чего звонить, нужно записывать вашу температуру и симптомы каждые 12 часов, используя эту форму. Потом. Report your temperature and symptoms one time per day. То есть, короче, мы должны говорить о том, что у нас все хорошо. Health Department. Короче. И далее вот такую вот бумажечку, в которой каждому члену экипажа нужно записывать свои симптомы и температуру два раза в день. Поэтому вот будем этим еще заниматься. Новые гости разворачиваются. Большой такой. Интересно, выпрут или нет. Ну, так в теории должны, наверное. Флаги майки. Может, он просто по местному переезжает, поэтому тут с этим проблем не будет. Потому что он без желтого флажка сваливает якорь. И чем ты чистишь бутылку? Буду сдавать. Буду сдавать. Буду сдавать. Пригрустил? Прибухни. Приуныл. Ну, на самом деле, это скалка. Я делаю скалку. У нас нет токарного станка. А что ты будешь делать с внутренностью? Она мне раздражает. Она мне раздражает. Уничтожить. Вот эта жидкость, это меня очень раздражает. Уничтожить. Давай в позе гарниста. Налейте водителя, ему еще ехать. Карантин. Восьмой день. Мы видео запишем тогда. Ну, что не слогаешь. Я сегодня попробуюсь. Очнулся. Он сказал первое слово за неделю. Что ты делаешь? У меня все прекрасно. Нормально. А там наверху у нас офис. Такой залепанный экран. Там не офис. Там беседы. Вот, что ты делаешь здесь? Нарезал лук. Причем мы не собирались ничего готовить сегодня. Просто стало скучно. Он стоит и режет лук. С ума сошел. На восьмой день. Вот варит воду в скороварке. Зачем? На самом деле, что ты готовишь? От нечего делать вареники с картошкой, с луком и с какими-то шампиньонами. Ну, ты знаешь, что ты можешь делать это очень медленно. Знаешь, у тебя будет там вареник за пять минут и два дня на лепку. Вот так как мы давно уже на лодке, у нас вот такие ржавые банки шампиньонов. Какой-то прямо постапокалипсис. Здесь не на них кофеварке натикло. Когда ты кофе плещешь, течет на эти банки. Да ладно, не оправдывайся. Не оправдываюсь. У вас парикмахерская? Угу. Жил, забыл, бродобрей. Может, он в топор принести? У нас острый есть специально. Мне кажется, так можно оставить. Брутально. Половинка. Он пока мне не настолько осточертел. Видели эту картинку, когда сказал папе, что хочу прическу, как у взрослого, не? Когда здесь выбрито, а здесь вот по бокам оставил. Ух ты, что это у вас? Вареники. Как Вова сказал, похоже на чебуреки. По размеру. Да, чебуреники. Чебуреники. О, ты с водичкой поэкономнее там. Пардон, пардон, пардон. Я могу все теперь переначать. Бессмертное. Нормалек. Бун аппетит. Бун аппетит. Спасибо. Вареники. Класс. Вареники. С картошкой и грибами. Домашние. А вы знаете, чем отличаются вареники от пельменей? Если знаете, внизу напишите. Начинка так себе, тесто вот. Ну, ты делал. Не жалуйся теперь. Что ты делаешь? Можно я тебя спрошу, пожалуйста? Я сначала хотела сделать без алкоголя напиток, потому что алкоголя у нас нет. У нас смысл. А нет, алкоголь у нас есть. Мы забыли. Знаете, когда есть какие-то неприкосновенные запасы в самом дальнем углу. И вот этот момент. Рижский бальзам и он у нас был, а мы о нем не знали. Мы знали. Кто? Мы знали. Мы знали. Я про него уже пару дней как напоминала, но оказывается, что его классно из кофе и можно из него делать коктейли. А для этого сколько-то лучше, а для чего-то напиток. Ты понял? Вот это поворот. Всем страшно. Удивленно, без куража. Попробуй, я с этой ложкой только размешиваю, надо ли еще. Достаточно ли бальзама? Они с ложек бухают. Это офигенно. Так сначала разлили и потом опять сливят, да? Ну я потому что сначала начала делать только себе и Александру, потом пришла Дина с креативной идеей и так далее. Ну что, друзья, все-таки вечер пришел. Наступил. Наступил. Да, не без этого. Хотели было не бухать, а нет. Мега вкусно. Вкусно получилось. Это с кофе, да? Кому спасибо? Да, да. Кому спасибо? Это коллективно. Да, нет. Ина? Ваша ведь? Да. Изобретение. Волшебно. Это картошка. Это ананас. Не обманывай людей. Она у вас. Ну что, а сегодня будем смотреть киношечку на ночь? Ты уже выбрала? Да. Что это будет? На своем новом планшете. Осталось. Что это будет? Это будет... Опа! Светлорки я не видала. О, на ночь. Что смотреть будем? Смотреть будем кино «Байгай Ричи». Байгай? Байгай. Байгай Ричи. Боевик под названием... Назахский автор, да? «Джентльмены». Вот, в общем, сейчас будем смотреть «Джентльмены». Это что-то свежее, да? Да. 2020 года. Нужно скорее смотреть, пока не удалили с бесплатного онлайн кинотеатра. Давай, мочи. Мочу. Какая у нас тут пришла погода. Сейчас надо все спасать. Можно заниматься в карантине, кроме того, как сидеть, пьянствовать, чинить бесчинство и ликовать, отсиживая свою жопу на диване. Вот ребята занимаются тем, что решают задачи по навигации. Но в данном случае смысла-то это не имеет. Это будет большой крюк. Поэтому смотри, что у него дело. Мы заходим в Магеллан, проходим Магеллан, дальше выходим на Пасху. Из Пасхи мы стартуем вот сюда вот, вот в этот район. Тут все получается. Есть накатанные дороги. А вот отсюда дальше мы должны сейчас посмотреть, можно ли уйти сразу же на Таити. Можно, конечно. Это следующий маршрут. Вот, вот, вот. У меня такое ощущение. Потому что это же вообще уже недалеко. Нет, нет. Там где-то около 1000 миль все. В сравнении со всем остальным это за углом. Да, да. У нас погода уже вот эта гадкая прошла. Сейчас солнышко. Так отлично. Вообще огонь. У нас есть маршрут. Сейчас нам обещал Костгард приехать и привезти какую-то еду. Потому что еда у нас уже подошла к концу. Мы заказали в онлайн супермаркете доставку продуктов. Но доставка будет происходить только во вторник. Потому что это у них какой-то магазин, который находится в центре острова или в Кингстоне. И вот он развозит там доставку по дням. Короче, у нас будет доставка во вторник. Сегодня у нас воскресенье. Вода закончилась? Делаем. Уже началась обратно. Уже началась. А если мы запустили генератор, то Порхуап не сделать кофе. Корошочек вари. Нам принесли еду. И теперь мы стоим и не знаем, что с ней делать. Потому что нам все напугали вот этим вот коронавирусом. И сказали, что там пакеты. И мы думаем, как сделать так. Вот у меня уже руки грязные. Я взял коробку. И теперь нужно как-то оттуда вытащить еду. И непонятно, в общем, как это сделать. Перчатки. О-о-о! Фрактолог! Вот теперь надо бери, мой и выкладывай. Бери, мой. Что мыть? Ну вот огурцы помыть. Панепл. Панепл, аппл пан. А когда можно будет сейчас сюда притащить тазишок? А вы пиво уже помыли себе? Нет, еще пиво не мыли. Пиво сейчас будем обмылать. А деньги мы уже положили вот в такой пакетик. Они у нас на солнце лежат в пакетике. Мы их, типа, руками не трогали. Когда трогали, помыли. И они лежат, жарятся, парятся. Вот что значит карантин. Люди, находящиеся на карантине, боятся заразиться от местных. Ну правильно, нам такое не нужно. Мы уже сколько тут, в свою неделю. Смотри, сейчас делаем так. Я это разворачиваю, да? Так, вот здесь, смотри. Не касаясь пакета, забирай... Кукумберы. Кукумба, да. Кукумба. Есть такой. Так, теперь следующий. Вот мы открываем, там эти, бананасы. Бананасы. Они же такие прям. Давай, давай, забирай. Их мыть невозможно. Не, их мыть. Ну, давайте хотя бы заберем руками чисто. Ну что у нас здесь. Я предлагаю у того кого перчатки разбирать. Ле пакет. Хлеб раз. Хлеб два. Пакета надо будет протереть. Кстати, чувак был в перчатках, мне кажется, больше чем. Это же не вопрос. Это просто пакеты. Это просто пакеты мусорные. Это кока-кола. Ну, упаковку тоже надо протереть будет все. Ребята, я сейчас приду. И батон. И батон. А вот это? Ну, все полностью, все пакеты. Ух ты. Урр, урр, урр. Что у нас? Жин, это нам, это нам. Жин? Это женский напиток. Шин. И, внимание. А вот мужской напиток, это вам. Вау. Хоба. Апилтон и стейк. Апилтон. Ну все, мы теперь. Ребята стали пакемейкерами. Они сделали нам сегодня вечер. А что еще делать? А яйца, наверное, вообще я палетку вынесу, мы ее распределим. Яйца не заноси, не заноси, поставь обратно. Да вот туда, кстати, ставь. Ну, зачем я в коробку? А зачем эту коробку здесь еще ставить? Коробку тут все протирать не надо. Ну, оставь в коробке коробку. И сейчас. Ставь яйца обратно. Да. И на обратном пути просто возьми палетку с яйцами. Сверху. Сюда. Это нам привез Костгард. А вам когда-нибудь бухло Костгард, Васил? Ребята охренительно молодцы. Они же все понимают, что мы тут на карантине. Зашли, купили джин, купили ром, кока-колы, там продуктов и остальные. Ящик пива. Какой приятный, давно забытый вкус. Что это? Так и не распробовал, что ли? Так и не распробовал, допил, не распробовал. Ну, дай-ка еще. Я чувствую, что жизнь возвращается в меня. А еще это выглядит, как будто вы в офисе бухаете. Блядь, палимся. У нас вечер, мы опять едим. Опять едим. Сюда. Слава богу, Параскар. А что мы сделали? Курицу в карии и кокосовом соусе и канавулу с морковкой. Канавулу? Канавулу. Что это? Канавулу. А-ля шпинат-хрен. Так вот. Вот это вот. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Ну и чики-то. Канавулу у нас, слава богу, полтора килограмма почти на пятерых. Это значит нам почти по 300 грамм. Это весь? Ну это все грудки. 300 грамм грудинки. Для человека. Ну. И во вторник у нас доставка еды. Внимание. Очень вкусно. Там еще имбирь и чеснок. Да, там еще имбирь и чеснок. Вунда барж. Имбирь и чеснок. Имбирь и чеснок. Это кака-кола. Прошу, пана. Это спрайт. И это тоже спрайт. И это спрайт. Видите, вечер. Вот такой. Сразу видно человек из гонок. Давай, мы его уже на круг обходим. полиция дали нам вот такие вот иммиграционные карточки. Я еле сдержанную виску. сказали, что карантин мы прошли. И потом они выдали нам документы. Вот такой вот нотис. Тури фьюз. Типа мы не имеем права заходить на землю. Почему? Вот сейчас непонятно вообще. Сидим, разбираемся. И поставили мне вот такой же штампик в паспорт. И вот так же его зачеркнули. То есть, что это значит, вообще никто не понимает. И даже не знаю, что теперь с этой всей ситуацией делать. Короче, пока еще есть надежда, что посольство или консульство, кто здесь, не помнишь? Консульство на Ямайке все-таки сможет решить этот вопрос. Но так очковенько, скажем прямо. Друзья, не будем затягивать этот выпуск. Не будем его делать длинным. Длинным. Как обычно, как вы уже поняли, на 14-й день карантина нас никто никуда выпускать не собирается. Более того, на Ямайке ввели комендантский час. И о том, как мы будем карантинить после карантина, будет наша вторая серия. Надеюсь, третьей уже не будет. Но здесь мы бессильны. К сожалению, мы идем follow the rules. То есть, мы идем вместе, согласно закона Ямайки. И будем вас информировать, показывать. А пока!